Приветствую! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим несколько функций, которые нам встречаются при повседневной работе. Первая функция у нас сегодня, которая показывает какое сегодня число. Также для того, чтобы найти разность между текущей датой, допустим, и датой рождения, как в данном случае, нам необходимо использовать функцию разный дат. И первым числом этой функции будет дата рождения, вторым это текущая дата, которую нам необходимо будет закрепить доллар, это f4. И аргумент, который будет отображать дни, месяцы или годы. В данном случае нам нужно полных лет. А если не, это day, и если месяцов, это mince. И протягиваем вниз. То есть мы получили полное количество лет для наших собак. Теперь для того, чтобы нам понять, к какому возрасту отнести эту собаку к щенку или к взрослому, мы будем использовать функцию если. Открываем если, заходим на интерфейс функции, логическое выражение. Если c2 у нас меньше 2, меньше 2, тогда это у нас щенок. Если этот аргумент не выполнен, тогда взрослый. Нажимаем ok, то есть больше двух лет взрослый, меньше двух лет щенок. Но бывают такие случаи, когда несколько аргументов, допустим, как в данном случае, щенок, взрослый и возрастной. Для этого нам необходимо использовать две функции если. Пишется это следующим образом. если заходим на веб интерфейс функции, ячейка c2 меньше 2, тогда это будет щенок. Для того, чтобы использовать вторую функцию если, мы заходим в левый верхний угол, выбираем функции если. Да, и у нас теперь еще один аргумент появляется. Если c2 равно 2, тогда это взрослый. Если же это не так, тогда возрастной. Нажимаем ok и смотрим, что получилось. Да, то есть двум годам равно взрослый, больше двух возрастной, меньше двух щенок. С вами был Полянский Алексей. Всего доброго. До свидания.